Мексиканская голая собака или Ксолуиц Куинтли. Несмотря на название, эта порода наравне с голой разновидностью имеет и покрытых шерстью представителей. Наиболее необычно смотрятся бесшерстные собаки. Их лишенная волос кожа чаще всего окрашена в коричневый, серый, либо же черный цвет или их оттенки. Интересно также и то, что из-за безволосой кожи, застывшая в стойке или в любой другой позе мексиканская голая собака издалека напоминает бронзовое извояние. Эта порода собак занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как млекопитающее с самой высокой температурой тела. Глядя на бассет хаундов, меньше всего думается про его охотничьи корни. Эти неуклюжие, коротколапые, морщинистые собаки являются гончими. У них своенравный и упертый характер. Однако не этим они заслужили свое место в этом топе, а своим бегом. Все складки на теле, уши, свисающие щеки, все это при беге ходит ходуном, придавая собаке невероятно смешной вид. Глядя на бег собак этой породы, рассмеется даже самый мрачный человек. Пули – это необыкновенная пастушья собака, которая, несмотря на свои небольшие размеры, отличается своим умением следить за скотом. А именно, эта собака умеет ловко запрыгивать на спины овцам, когда гонит стадо. А еще она имеет шнурообразную шерсть, которая плотно покрывает абсолютно все тело собаки. Такая шерсть имеет водоотталкивающие свойства и отлично защищает ее обладателей от непогоды. А вот расположение морды собаки выдает лишь высунутый розовый язык. Бедлингтантерьера довольно часто называют овечкой за некоторое внешнее сходство, но характер у этой породы совсем не овечий, а даже наоборот. Собаки этой породы могут проявлять агрессию к себе подобным. Голова бедлингтантерьеров имеет грушевидную форму, треугольные уши собак свисают, а шерсть состоит из мелких завитков и покрывает собаку целиком. Исключение составляет только основание ушей и тонкий хвостик. Такой экстерьер делает представителей этой породы одними из самых необычных собак в мире. Китайские хохлатые собаки нередко становятся победителями конкурсов. Название самой страшной некрасивой собаки. В основном участниками таких соревнований становятся голые вариации породы, у которых длинные тонкие волоски имеются только в области головы, хвоста и конечностей. Стоит отметить, что не все собаки этой породы голые. Существует вторая вариация, представители которой полностью покрыты вуалеобразными волосками. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!